здравствуйте дорогие мои друзья с вами светлана веда и сегодня у нас расклад таро врет ли загаданный человек сегодня мы с вами погадаем на моей авторской колоде оракул запретных желаний и здесь в этой же колоде у меня четыре карты а вернее даже шесть карт авторские карты которые издательство не взяла в печать и они у меня дополнительные все кто приобрел эту колоду оракул запретных желаний вы можете обратиться ко мне чтобы получить эти дополнительные карты вот она уже одну вижу да вот такие дополнительные карты которые издательство посчитала какими-то кровожадными да и не одобрила в печати но вы можете приобрести и полностью эту колоду дополнить уже этими картами ну что ж ребятушки мы с вами начинаем именно эту колоду мне хотелось взять для на определение врет ли вам человек или говорит правду на самом деле и у меня четыре варианта вы видите на столе 4 ракушки вы можете загадать один из вариантов если вы очень хотите проверить одного человека неважно этот человек состоит с вами в отношениях или может быть это ваша подруга друг или родители или дети то есть абсолютно кого угодно сотрудники клиенты на кого угодно можете загадывать также вы можете воспользоваться всеми четырьмя вариантами и загадать 4 человека на эти прекрасные ракушки и так вариант номер один ракушка вариант номер 2 загадывайте пишите в чате в комментариях вариант номер три и вариант номер четыре врет ли загаданный человек и так мы начинаем пишите свои варианты в чате в комментариях чтобы не забыть и не запутаться итак вариант номер один вот это вот прекрасная ракушка все кто ее загадал мы смотрим врет ли вам загаданный человек колода очень большая она насыщенная она красивая самобытная так что все кто еще не приобрел но любит живые живые карты это колода для вас потому что она нарисована художником красками кистями не какие-то знаете картинки с интернета взятые да сейчас но это конечно же живые это живые карты я очень люблю живые карты которые нарисованы вручную в них очень много силы и большая энергетика и так врет ли вам загаданный человек как-то соблазнительница но знаете хочу сказать что человек может вам говорить неправду только для того чтобы соблазнить вас чтобы вы пошли ему навстречу может быть даже лапшу на уши вешать да вот то что вы хотите слышать то это человек вам и будет говорить рок изобилия на самом деле человек ничего плохого не желает вам может быть даже знаете как-то хочет приукрасить ситуацию или приукрасить какие-то слова для вас да может быть они не совсем правдивые но это все идет во благо в радость счастье то есть никакой такой корысти от этого человека я пока что не вижу человек был в больных отношениях на самом деле ему было очень больно когда его бросили когда его кинули и вот сейчас чтобы не причинить вам боль он старается сделать вам приятное сказать что-то приятное до поступить даже если где-то он привирает то здесь такого злого умысла нет просто по прошлым отношениям он понимает что можно и словом и делом ранить и поэтому старается вас оградить человек сейчас стоит на перепутье потому что он хочет взаимности от вас но может быть чего-то недополучает от вас карта храм говорит о духовности этого человека он возможно верующий или же вот обращается к высшим силам просит что-то то есть с чистой душой чистыми помыслами еще раз говорю вот и все сейчас не по-детски он сейчас не определился по жизни или ваших отношениях или по жизни не определился и ему хочется конечно спокойствие карта метла говорит о том что он проходит какие-то определенные чистки может быть это молитвы опять-таки в храме может быть это посещение каких-то мест мест силы да или же он действительно проходит очищение у какого-то мастера этот человек но он хочет счастья счастья здесь еще скажу что на нем идет некротика вот это кстати одна из карт карты нерожденная душа это дополнительно тоже издательство ее не взяла в работу да но у меня вы можете приобрести эти дополнительные карты смотрите человек возможно у него какие-то вопросы с матерью или помпа матери материнские какие-то проблемы проблемы его матери на нем лежат кармические отработки может быть мама когда-то его убивала ребенка да был выкидыш аборт нематочная беременность замерзший плод и сейчас человек страдает из-за того что когда-то мама поступила неправильно ему нужно помощь помощь нужна человеку карта затмения вот то что он заблудился но он хочет выкарабкаться из тьмы выйти он идет к свету он старается очиститься вот я вижу что человек добропорядочный и по итогу еще вот опять таки лишь идет предательство когда-то предавали очень сильно этого человека или он видел это предательство разоблачение каких-то людей конечно же он не хочет этого повторения не от вас получить может быть поэтому он где-то скрывает что-то или привирает и вам не хочет причинять более разочарования а вот такой вот интересный расклад номер один пальчик вверху слова благодарю пишите мечты сбываются с в в с и ваша мечта сбудется обязательно а мы смотрим вариант номер два врет ли загаданный человек посмотрим что у нас получается врет ли загаданный человек до сто процентов врет человек человек пользуется вами либо вашим имуществом либо вашими финансами либо же вашим телом но чем-то материальным материальные блага ему нужны поэтому он прям вам передал карта вампир а сто процентов вам врет причиняет вам боль а может быть говорит ты сама виновата или сам виноват том что тебе больно это потому что ты такая а вот на самом деле это потому что он рядом с вами он прям сильно вам перед врет вот просто очень сильно сказки рассказывает басни басни прям лапша на ушах на ваших радужные дали вот если ты сделаешь так как я хочу у нас все будет хорошо вот если ты меня послушай что тогда будет все замечательно какая-то лапша на ушах про светлое будущее а вот и кстати кольцо может быть вы уже в браке находитесь либо же на он обещает взять вас в жены до сделать предложение какие-то сказки нереальные мечты и обещания обещания того что вы будете вместе на самом деле вот она это первая карта который мы отталкиваемся она задает вот это вот да все гадание самая первая карта вот эти вот сказочные какие-то вещи и вы ждете вы надеете что так и будет опять-таки картаисты либо обещает вам что ваши дети будут вы выйдете замуж у вас будут дети и дом а если вы в браке у вас общие дети туск вас кормят сказками что да вот я найду работу я буду вас обеспечивать но вот какие-то сказки рассказывает и вы верите понимаете ведь визате у меня есть такие клиентки и причем их очень много которые верят что когда-нибудь их мужчина будет зарабатывать обеспечивать и все остальное и эти женщины готовы за все платить они оплачивают поездки одежду продукты все платят за мужчину и они верят такой когда-нибудь обязательно мне вернет эти деньги он обязательно будет работать и обязательно все встанет на ноги нет вот это все сказки вот второй вариант это все сказки такого не будет нет это пока что россказни здесь тоже смотрите как у первого варианта идет нерожденная душа это скорее всего человек отрабатывает какие-то материнские программы возможно его мама делала аборты или может у нее выкидыши были или еще что-то вот какая-то некротика за него держится причем вот очень сильно и нужно ее убирать это он сам в принципе болеет да магичная магическая какая-то болезнь карта всадник человек который считает всегда правым он на коне он всегда прав и все должны перед ним преклоняться маски лицемерия человек действительно врет и постоянно меняет маски а вы только начинаете разоблачать его он сразу маску одевает а ты что я там бедная овечка это не я это все понимаете ну что-то вот так постоянно уходит от разговора до оковы а вы сильно приседите на этих оковах и кстати он вас уже чем-то привязать привязал здесь привязка однозначно а вы прикованы к нему бы как будто бы вот не можете его поймать и что вот тот человек очень больные отношения приносит вашу жизнь и вы все равно не можете жить без него все равно думаете это привязка это магический нужно уже снимать убирать здесь какие-то просто карта змея здесь и мудрость в чем-то и в то же время это и яд яд змеи в данном случае конечно человек очень умный очень грамотный очень даже наверняка он симпатичный потому что он знает он пользуется спросом до пользует популярность у многих может красиво говорить красиво запудрить мозги но посмотрите вот на вот этот череп да вот они люди которых он уже практически сожрал и вы очередная жертва ой но тут еще и карта солнца солнце это счастье знаете я могу вам сказать по итогу вот по этой карте и он и вы будете счастливы но только не вместе видите здесь однополая такая любовь показана то есть это совершенно не ваш человек у вас будет часть равно совершенно с другим человеком а ему нужен совершенно другой человек который будет подчиняться который его будет слушать понимаете а может быть даже какой-то извращенец потому что вот с таким абьюзером манипулятора человек нормальный не сможет быть в этих отношениях не сможет вот ему нужен неадекватный неправильный человек понимаете с другим осознанием это не ваш но и все будет хорошо Карта солнца, карта счастья. Вот у вас все будет просто великолепно. И у него, когда он встретит вот такого же ненормального, как он сам. Но вы разойдетесь однозначно и будет счастье у вас и у него. Вот такой расклад номер два. Пальчик вверх. Слово благодарю. Пишите мечты сбываются и ваша мечта сбудется обязательно. А мы смотрим вариант номер три. Третья ракушечка. Сейчас посмотрим, дорогие мои друзья. Что у нас здесь? Итак, давайте посмотрим, врет ли человек. Ну, пока что не вижу, чтобы было вранье. Человек очень материален, да, материалист, любит деньги, любит, знаете, быть в форме, да, любит царить деньгами, показывать, да, что вот он может обеспечить, может заплатить. Пока что вот так, да, идет. Ну-ка, давайте посмотрим. Пока что вранья не вижу. Да нет, нет, уже вторая карта. Карта алые паруса. Он хочет вашу жизнь превратить в сказку. Он хочет, может быть, подарить вам поездку. Собирает деньги на поездку. Или купит билет на поездку, может быть, вам. Хочет показать такую щедрость. Хочет действительно потратиться на вас. Здесь пока что никакого вранья нет. Карта вампир. Ну, здесь, знаете, здесь больше уже идет вот эта карта, показывает, что кто-то завидует вашим отношениям. И хочет войти в ваши отношения человек третий. Это третий человек, который вторгается, которому не нравится, что вы вместе. Который наговаривает на вашего человека. Он говорит, он не такой он плохой. Или на вас наговаривают этому человеку. Вот здесь какие-то третьи личности. А на самом деле человек очень хорош для семейных отношений. Смотрите, вот он щедрость. Показывает его щедрость. Чистоту намерений. Хочет сделать предложение. Подарить, может быть, вам колечко. Или, может, вы уже в отношениях находитесь. Ну, пока что честность, порядочность идет. Но вот этот человек, который вмешивается в отношения. Карта оборотень. Знаете, вот эта карта говорит о том, что, скорее всего, ваш загаданный человек раньше поступал как-то неправильно, неадекватно. Почему вы сомневаетесь в нем? Потому что, скорее всего, в прошлом он вам или врал. Или чего-то не додавал. Да, может быть, не был так щедр. Не тратился, да. Вот эта карта оборотень. Это изменение человека. Но в данном случае эта карта говорит, что человек поменялся в лучшую сторону. Он изменился ради вас в лучшую сторону. Карта червяки. Вот то, что вас гложет, да. То, что изнутри просто изъедает. Почему не так? И вам все кажется и мерещится, что что-то не так в этих отношениях. И это в основном происходит на полнолуние. Или когда ночь наступает, у вас всякие сомнения появляются. Гоните эти мысли прочь от себя. На самом деле человек, знаете, какой-то силы обладает. Вот могуществом. Может быть, он при должности определенной. Может быть, он хорошо устроен в жизни. Какая-то стабильность у него на работе, среди друзей, в недвижимости, в финансах. Но какая-то стабильность прослеживается в этом человеке, который может вас защитить, который может вас оберегать. И действительно, с этим человеком не только дружить стоит, но и быть в этих отношениях. Грязь прошлого. Вот несоответствие идет. Вот здесь почему-то, мне кажется, по прошлым событиям у вас какие-то вопросики. Нехорошие какие-то события. Может быть, у вас в ваших отношениях что-то действительно было не очень хорошее. И человек сейчас поменялся. И у вас остается сомнение. Потому что грязь, и грязь, она рьется еще со стороны. Скорее всего, все какие-то третьи личности, третьи люди, они говорят, что вам не по пути, не по дороге. Откажись от него. Он не такой хороший, как тебе нужен. Вот такое идет. Карта птицы. Но это может быть или поездка. Вот опять-таки, видите, здесь кораблял и паруса, и деньги. И поездка, птицы, перелет. Либо вы переезжаете куда-то, либо на новое место жительства. Либо у вас поездка, путешествие какое-то ждет. Либо какое-то известие, смс об этом человеке. Это человек о себе даст знать. Это хорошая карта. Ну и заканчивается все вообще прекрасно. Карта водопад. Это полное очищение, обновление ваших отношений. Это любовь, это радость. Это на длительное время. А вода, вы видите, очень много рыбы. Это деньги, это прибыль. Для кого-то это зачатие беременности. Для кого-то это общий дом, общее дело, открытие бизнеса. Но это, конечно, любовь. Любовная гармония во всех отношениях. Так что этот человек действительно, он так и хочется сказать по судьбе. Хотя по судьбе все те люди, которые нам попадаются в этой жизни. Но это хороший расклад. Человек вам не врет. Но какие-то прошлые вопросы всплывают. И вы сомневаетесь. И плюс еще тут третьи люди, которые либо ему говорят про вас, либо вам про него, что вам не нужно быть вместе. Здесь самое главное вот это отмести. Не слушать никого. Потому что вот еще раз посмотрите, какая карта красивая. Вы будете вместе. У вас все просто гармония, счастье и любовь. Да, хороший расклад. Пальчик вверх у слова благодарю. Пишите. Мечты сбываются. Ваша мечта сбудется обязательно. Смотрите, какие красивые живые карты. Они нарисованы, да, красками. Это действительно художница рисовала. Это не какие-то там картинки из интернета. Мы смотрим с вами вариант номер четыре. Все, кто загадал четвертый вариант. Врет ли вам загаданный человек? Так, давайте посмотрим, врет ли вам загаданный человек. О, ну тут эта карта время такая серьезная карта. Посмотрите. Скорее всего, вы загадали человека, которого либо давно знаете, либо человека из прошлого. И почему-то его хотите проверить. Если это новое знакомство, на кого вы поставили, да, то эта карта говорит, что вы планируете на длительный срок быть с этим человеком. Но это прям вот на очень долгое, долгое время. Карта мужчины довольно-таки позитивная. Карта логики. Здесь однозначно говорю вам, нет, человек вам не врет абсолютно. Еще раз говорю, человек на длительное время вам дан высшими силами, или он какой-то из прошлого. Серьезный. А вы знаете, почему-то еще знаете, пошла вот какая информация. Может быть, этого человека уже нет в живых. Вот смотрите, карта время, будто бы стирает память. Может быть, его уже нет. И вы просто вспоминаете и хотите узнать, врал ли он вам. Может быть, и так по карте время. Но вот почему-то у меня пошло, что человека уже нет в живых. Или может быть потерян человек. Или человек без вести пропавший. Вот не знаю, почему нет. Здесь вранья не вижу от этого человека. Карта воздух. Он как будто бы превратился в ветер, в воздух, в известие. Какое-то, может быть, о нем, или он говорит. Может, какая-то видеозапись о нем осталась. Что-то, какое-то известие вы о нем, или от него скоро получите. Вот так пошло у меня. И карта женщина. Смотрите, вот крайне редко вот такие парные карты. Это ваша половиночка, стопроцентная ваша половинка. Человек никогда бы в жизни вам не причинил боль. Никогда бы вам не сыграл. Он всегда любил и любит вас. Всегда сделает для вас все, что вы. Это на долгое время. На года, на века вот эти отношения. На года, на века. И воздух. Это известие. Это, знаете, еще можно романы писать. Про эти отношения. Смотрим еще что. Скажем карты. Какие-то тайны у вас между вами. Вы никому не хотите рассказывать. И он никогда не расскажет. Есть такие какие-то вещи, которые, знаете, только вы. Карты оборотень. Кто-то появился в вашей жизни или похожий на него, или делает, как он, или вот что-то, как он. Но это не он. И вы это понимаете, что рядом с вами есть человек, действительно очень похожий. Он как перекрывает, видите, его карту. Но это не тот человек. Карта Флюгер. Знаете, такое впечатление, что действительно, как будто бы закрывается эта информация, как будто бы это прошлая жизнь ваша. Прошлая. Сейчас у вас как будто бы другая. Флюгер, вы повернулись на 180 градусов. У вас совершенно другая жизнь сейчас. Вы не можете забыть этого человека. А постоянно вспоминаете. Постоянно в памяти он у вас находится. Вы были в браке с этим человеком. Или он делал предложение, вы не успели пожениться. Никакого здесь, никакого вранья здесь нет абсолютно. Здесь любовь, искренние чувства, настоящие чувства. Люди, которые вмешиваются в ваши отношения третьей личности, ну, они всегда появляются именно тогда, когда все хорошо. Нужно не обращать на эти отношения. Ну, вот и карта групп выпала. Я точно говорю, вот если я, конечно, не совпала, значит, это не ваш расклад. Но этого человека нет с вами. Нет. Он в раю. Он сейчас в раю. Это однозначно. Я это увидела даже с первых карт. Вы видели. Этого человека нет. Отношения похоронены. Он уже где-то в раю. Но вы не можете его забыть. И были вы в браке или должны были в браке быть. Вот. Но сейчас с вами совершенно другой человек. Но он совершенно другой. Это не тот человек, которого вы хотели бы. Но такого человека вы уже не найдете. И бессмысленно сравнивать одного с другим, потому что каждый человек индивидуален. Понимаете? А вот это как ветер, как будто бы вот как прах его уже унесло в воздух. Он где-то вот в облаках, где-то на небесах. Ему там хорошо. И он остался в вашей чистой памяти. Вот такой вот расклад номер 4, дорогие мои друзья. Пишите обязательно, у кого совпало, у кого какие истории. Я обязательно буду читать ваши комментарии. Пальчик вверху. Слово благодарю. Пишите. Мечты сбываются. СВ, ВС. И ваша мечта сбудется обязательно. Ну, а я желаю всем мира, добра и счастья. Самое главное, верьте в свою мечту. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok